Всем привет! С этого момента мы начинаем для вас, уважаемые болельщики, рассказывать о различных хоккейных хитростях, хоккейной кухни. И вот сегодня беседуем мы с Денисом Костиным, вратарем Авангарда, о хоккейной вратарской экипировке. Привет, Денис! Привет, Денис! Ну, расскажи нам вообще, из чего состоит твоя вратарская форма? Ну, мне кажется, в первую очередь, это самая главная часть шлем, который защищает голову. Тут все просто, одевается он просто на голову. На нем уже следы боевых ранений, я смотрю, есть, да? Да, ну, попадает, бывает, да, в шлем. Не слишком приятно, но только вратаря такая, шайбу ловить надо. А когда шайба попадает в голову, есть ощущение, что как-то оглушен или что-то еще? Есть такое небольшое ощущение, какой-то звон в ушах, но это все время как бы проходит, потом все в норме. Ну что ж, хорошо, давай дальше. Дальше ловушка. Вообще, здесь вот, где рука располагается, так со стороны непонятно. Ну, вот, как бы, тут много засерок, поэтому так не увидишь. Ну, вот, вот сюда на ладонь идут четыре пальца руки, а вот сюда вот входит большой палец. Получается, что ты его контролируешь. Искусство владения ловушкой и блином, это действительно искусство этому учат? Ну, естественно, учат, и каждый вратарь по-своему, как бы, играет. У кого-то ловушка ловится лучше, кто-то лучше играет блином. А вот умыть у гарона, допустим, да, хват другой совершенно, как его называют, окаянный хват, да? И сейчас, как считаешь, это есть для него какое-то преимущество, может быть, в этом? Да я не знаю, я думаю, это нападающим надо думать, как его уже забивать, а вот дел в шайбу ловить. Хорошо, блин, которым ты держишь клюшку, да, получается. А здесь что основное? Вот действительно через вот эту нашлепку, так скажем, не чувствуется шайба? Ну, почему чувствуется, конечно, но никакой боли нет, просто, как бы, чувствуется то, что шел какой-то удар. И все, как бы, все защищено достаточно хорошо. Щитки на ногах, которые, да, здесь тоже все довольно надежно прикрыто или есть слабые места? Ну, вот здесь есть единственная часть колена, но у меня здесь трусов, здесь есть защита колена, как бы, она от этого спасает. А в обычных щитках тут идет защита, я ее снял, ну и вот, так вот получается. В принципе, щитки-то нечего пробиться, не знаю, тут защита довольно-таки большая, поэтому... А если с обратной стороны попадет вот куда-нибудь сюда? Ну, понятно, что будет больно, но тут вообще ничего нет, просто вот небольшая такая прослойка поролоновая, как бы, все, ну, я думаю, спиной ловить-то не будешь. Ну, да. Коньки другие, да, совсем у роталя? Просто прямое лезвие и они... у них стакан просто чуть пониже кольду расположен. Правда, что вратарь должен лучше всех кататься в команде на коньках? Ну, да, как нам еще в детской школе говорили, то, что вратарь должен кататься лучше всех на коньках, но все равно вратарь всем много уделяют внимания этому аспекту, так что... В нагруднике есть какие-то места, куда нежелательно, чтобы шайба попадала? Ну, я думаю, единственный такой минус нагрудника, это шея, потому что там открыто, но я вот использую за шейник, так что он там закрывается. Бывает больно попадает в руки, но ничего, терпимо. У тебя вообще самый сильный удар шайбы ты пережил? В какое место, если не секрет? Не знаю, но вот недавно на тренировке мне в шею попали, было довольно-таки больно, но ничего, успел все. А после бросков Дениса Кулеша хочется, убегаясь, из ворот? Почему нет? Ну, конечно, у него бросок достаточно такой серьезный, но приходится ловить, потому что это хоккей, наша работа. А вот когда ты перешел из молодежного хоккея в взрослый, ты почувствовал, что качество бросков изменилось? Да, конечно, качество бросков и скорость, все абсолютно другое. И скорость, и сила большая, и поэтому надо вот привыкать, привыкать. Но сейчас, я думаю, более-менее уже справился с этим переходом. Спасибо большое. Вот так много интересного мы узнали о Денисе Косте на проворотовскую экипировку. В следующем выпуске нашей программы вы узнаете еще что-то интересное, так что следите за обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok